Добрый вечер, Екатерина. Уже наступил новый 2021 год, но тем не менее давайте подведем итоги прошлого. Он был очень сложный. Расскажите, как повлияла пандемия на работу МФЦ и удалось ли воплотить все планы, которые вы ставили на этот год в жизнь или нет, к сожалению? Ну, наверное, более правильно будет сказать то, что не только в МФЦ, а, наверное, во всех организациях и в жизни всех людей прошлый год прошел под знаком пандемии. Мы столкнулись с этой бедой и самый главный вывод, который мы сделали за прошедший год, это то, что мы научились ценить жизнь, во-первых. И, во-вторых, наверное, мы выработали новые правила поведения. Мы поняли, что надо жить в этих условиях несколько по-другому. Также и мы в своем коллективе тоже приходили к этому выводу где-то путем проб ошибок, как говорят. Но, тем не менее, год мы завершили и год завершили с достаточно неплохими успехами. Если мы возьмем статистику 2019 года, то нами было оказано более 600 тысяч услуг в течение года. В 2020 году, естественно, их было несколько меньше, их было 536 тысяч, но это объясняется тем, что мы практически три месяца не работали. То есть мы работали в дежурном режиме, принимали заявителей только по услугам, которые не угрожали либо жизни, либо здоровью, либо благополучию человека. Но для общих услуг мы были закрыты, а часть периода времени мы работали только по предварительной записи, что также снижало количество наших заявителей. Поэтому, если пересчитать на полноценные рабочие дни, я думаю, что мы перевыполнили прошлый год, 2019 год, где-то, наверное, процентов на 20-30. А когда вы в прошлом году возобновили работу в прежнем варианте и быстро ли набрали темп? Темп мы набрали моментально. Почему? Потому что количество заявителей, те очереди, с которыми мы столкнулись после того, как распахнулись на конец нашей двери, это было летом 2020 года, темп пришлось набирать сразу. И сразу же включились в работу, но столкнулись с тем, что всем потребовалось все сразу. У многих накопились. Особенно эта проблема, особенно это связано с проблемами Росреестра. Почему? Потому что где-то сделки сорвались, где-то сделки были затруднены, где-то денежные средства находились в банке, в ячейках. Приходилось практически в ручном режиме вместе с коллегами из Росреестра решать все эти проблемы. Хотя, с другой стороны, многие проблемы решались автоматически. Например, услуги социального сектора, это различные выплаты гражданам и социально незащищенным слоям, они как бы автоматически продлевались. Поэтому не было необходимости приходить в МФЦ, заявлять их заново, либо подтверждать соответствующими документами. Тем не менее, все-таки спектр ваших услуг расширяется, даже несмотря на такой сложный год. Все равно процесс взаимодействия с заявителем становится и быстрее, и более точный. Вот, в частности, в декабре расширился отдел выдачи документов в центральном офисе, видно. И также были открыты в МФЦ в Бутово дополнительные пять окон для выдачи документов. Мы снимали об этом материал. Давайте его посмотрим, познакомим наших телезрителей, потом уже более детально обсудим. Да, конечно. Отдел выдачи МФЦ Ленинского городского округа в день обслуживает более 500 заявителей. Здесь можно получить документы, заявления на которые были поданы в многофункциональном центре или через портал госуслуги. В связи с большим потоком посетителей в декабре прошлого года отделу было предоставлено просторное помещение на втором этаже. Здесь у нас существует специальный терминал. Чтобы не стоять в общую очередь, это быстрее для заявителей. Они в терминале берут талон и сразу попадают в этом же зале, сразу попадают на выдачу документов. Сейчас в отделе выдачи документов функционируют 10 окон. Все зависит от того, какой это день недели. Есть дни недели, когда поток поменьше, есть какие-то насыщенные дни, особенно в субботу у нас заявители, когда они работают, приходят на выдачу документов. В воскресенье у нас более легкий день. Можно, те, кто не хотят долго ждать в очереди или еще что-то, можно посетить в воскресенье нашу выдачу. Инна Фролова в многофункциональном центре работает 6 лет. Главный специалист отдела выдачи рассказывает, что в новом зале намного удобнее принимать посетителей и появилось больше места для хранения документации. Регистрация права собственности, регистрация по месту жительства, паспорта – очень большая. Мы оказываем услуги в количестве 250. И все заявки по РПГУ, которые оформляются, мы тоже выдаем. Отсутствие очередей и своевременное обслуживание отмечают и заявители. Получил собственность на помещении. Очень-очень удобно. Очень вообще очереда нет. Обслуживает максимально хорошо. Все нормально. Изменения произошли и в офисе «Мои документы», который расположен в микрорайоне Бутова парк, где для удобства населения добавили 5 дополнительных окон. Мы провели анализ по количеству обращений, по количеству нагрузки на окно, на нагрузку на оператора. И так получилось, что нагрузка очень большая. И для удобства в первую очередь заявителям мы решили подать заявочку на расширение. Сейчас в зале площадью 300 квадратных метров работают 10 окон. В день специалисты МФЦ обслуживают около 400 человек. Абсолютно все такие же услуги, как и в центральном офисе. Все специалисты универсальные, занимаются как приемом, так и выдачей документов. Елена Ремезова, специалист-консультант Бутовского офиса, рассказала, какие услуги наиболее востребованы в их отделении. Чаще всего к нам обращаются за регистрацией прав на недвижимость, поскольку в нашем районе очень много новостроек. А также молодые семьи с оформлением детских пособий. Очень удобно. Рядом с нами находятся очереди практически нет. Даже можно воспользоваться компьютерами, если есть какая-то информация на флешке, там в интернете, без проблем. Сказали, освободят окно, где можно будет сразу оплатить госпошлину и подать документы. Очень удобно. Расширение офиса в Бутово парке прошло в июле прошлого года. Оно позволило улучшить доступность и качество оказания государственных и муниципальных услуг жителям активно развивающихся территорий Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Николай Васильевич, новости о расширении, конечно, очень приятные. Расскажите, сколько теперь в среднем тратит человек, пришедший в МФЦ, времени? Время, смотря, что мы имеем в виду. Если мы говорим о том, что человек оценивает время от момента пересечения порога МФЦ, это одно время. И есть время, когда он берет талончик, садится и ожидает в очереди. Вот человек, который пришел в МФЦ, он может находиться очень долго. Он может сходиться, он может сфотографироваться, отсканировать какие-то предварительно документы, проконсультироваться у того или иного специалиста в зоне ресепшена или в зоне доступа к порталу государственных услуг. Это одно время. А если человек пришел за конкретной услугой, он знает, у него готовы все документы, все это проверено, то он берет талончик и начинает течь так называемое время ожидания в очереди, за которое, согласно указу президента номер 600, не должно превышать 15 минут. Но Московская область, поскольку это один из самых продвинутых регионов в сфере цифровизации, установила более высокие планки. В прошлом году это у нас было сначала 12 минут, потом 11,5. На этот год нам выставили планку 11 минут. То есть более 11 минут с момента получения талона и до момента вызова к специалисту в окно заявитель ждать не должен. Получится у нас этот рекорд такой своеобразный выдержать? Да, у нас это получается. Правда, не всегда все так просто и гладко проходит, как кажется. Часто бывают ситуации, подошел автобус с одной стороны, автобус с другой стороны, зашло сразу большое количество заявителей. Но в любом случае, каждый случай превышения времени или приближения к пороговому значению превышения времени становится предметом нашего исследований и нашего анализа. Почему? Потому что некоторые заявители, зайдя в ФВЦ, увидев большую очередь, начинают фотографировать, выкладывать в социальные сети, обращаться на портал Добродел, что это недопустимо. Здесь ничего сделать нельзя, потому что зашло одномоментно большое количество людей. И это большое количество людей стоит и ждет в своей очереди, когда можно будет подойти к терминалу и взять талон. А у каждого из этих людей еще и есть некоторые вопросы к консультанту, прежде чем он возьмет этих талон. Поэтому так случается. Или, например, мы, наверное, позже поговорим с вами о тех мерах защиты, которые мы сейчас применяем в МФЦ. Например, с 14 до 15.00 ежедневно в МФЦ проводится санитарная обработка. На это время удаляются все посетители. В это время проводится проветривание помещений, протирка в обязательном порядке всех столов, ручек, кресел, поручни, дверных ручек, письменных принадлежностей для того, чтобы обезопасить и сотрудников, которые работают с заявителями, и самих заявителей. Естественно, в 15.00 открываются двери МФЦ, и все те, кто ждал за порогом... Этот час? Да, этот час. Не посмотрел на наш сайт, не ознакомился, не пользуется соцсетями, где мы постоянно эту информацию размещаем. Неправильно спланировал свое время. Пришел, естественно, образуется некоторая очередь. Как правило, эта очередь распределяется нами в течение 10-15 минут. Про противоковидные меры я предлагаю более детально поговорить чуть позже. Все-таки к вопросу о времени, даже в материале прозвучало от сотрудника, что приходите в воскресенье. На самом деле, есть ли ваш совет? Какие-то дни, может быть, менее загружены, когда вы рекомендуете людям приходить. Может быть, какое-то это время дня? Вот что? На самом деле, минимизировать, сэкономить человеку время. Как в работе любого учреждения, которое связано с массовым пребыванием людей, с большим количеством людей, которые обращаются по тем или иным вопросам, существует так называемое пиковое время. У нас самое пиковое время, это когда жители нашего городского округа в своих учреждениях, у них начинается обеденный перерыв, и в этот обеденный перерыв они хотят прийти в МФЦ, сдать или получить документы. Это с самого пиковое время, да, с 12 до 15.00. Наименее загруженное, конечно, с 8 до 10 утра, ну, может быть, даже до 11.00. Мы просим очень наших жителей, заявителей, которые к нам с других районов приходят, а у нас сейчас экстерриториальный принцип по очень большому количеству услуг, не приходить под самое закрытие МФЦ. Есть услуги, которые требуют очень длительного времени обработки. А операторы работают до 20.00. Без 20.00 вечера у нас терминалы перестают выдавать талоны. Поэтому лучше приходить заранее. Наименее загруженный день на сегодняшний день – это в воскресенье. Если раньше мы говорили еще суббота, то суббота сегодня самый загруженный день. По понятным причинам все работающие люди приходят в свой выходной день. Ну, что делать. Выросло количество окон, да? А выросло ли количество предоставляемых услуг? Какой все-таки перечень такой костяк составляет? Ну, количество услуг незначительно за прошлый год выросло. Какое число? Да. Всего на две услуги мы получили дополнительные. Это внесудебное банкротство. Очень новая, очень востребованная услуга, как оказалось. Она касается тех физических лиц, у которых есть неоплаченные долги до 500 тысяч, и в отношении которых прекращено судебное производство в связи с отсутствием имущества. То есть, долг 500 тысяч и отсутствие имущества, за счет которого можно погасить этот долг, позволяет гражданину обратиться в МФЦ с заявлением о признании его банкротом. На это время, естественно, прекращаются все взыскания с него пени, штрафов и долгов. Если в течение полугода не будет обнаружено какое-то имущество, за счет которого можно погасить этот долг, гражданин признается банкротом, и к нему не применяются никакие санкции. Раз в 10 лет имеет возможность гражданин обратиться с таким заявлением. А какая сейчас услуга наиболее востребована? Или она не меняется? Это все вопросы, связанные с недвижимостью? Вопросы, связанные с недвижимостью, не меняются. И мы не прогнозируем изменения количества заявителей в сторону уменьшения по услугам Росреестра. Это самые востребованные услуги. Они занимают у нас более 60%. Это услуги сложные, это услуги долгие. Многие из них связаны с большим количеством сторон в сделке. Многие связаны с ипотечным кредитованием. Поэтому вот эти услуги наиболее востребованы. Следующие услуги идут, которые за ними, это, наверное, услуги социального сектора. Это все, что связано с различными пособиями, которые выплачиваются гражданам. Но я говорил уже в начале нашей с вами встречи о том, что большинство из этих услуг автоматически продлеваются и не надо за ними приходить в МФЦ. Более того, очень большое количество услуг сейчас переведено на электронный вид. То есть, если вот сейчас МФЦ Московской области оказывают порядка, перечень услуг составляет порядка 440 услуг, которые мы можем оказывать, то 198 из них переведено в электронный вид. А некоторые услуги невозможно подать через МФЦ, заявление на оказание этих услуг. Они подаются исключительно в электронном виде, либо через портал госуслуг, либо через региональный портал госуслуг Московской области. Это подача происходит, а человек уже приходит физически и получает ответ в МФЦ. Нет, нет. Есть услуги, которые можно получать точно так же в электронном виде. То есть, даже не приходя вообще. То есть, МФЦ исключается из этого процесса, за исключением тех случаев, когда заявитель не имеет возможности подать в электронном виде эту услугу. У кого-то нет компьютера. Кто-то в силу сложности подачи механизма этой услуги не смог в ней разобраться. Тогда мы всегда готовы оказать ему помощь. У нас есть специальные окна доступа к порталу госуслуг. То есть, заявитель может самостоятельно на нашей технике поработать, подать эти услуги. Либо обратиться к нашим консультантам, которые у нас сейчас есть в штате, которые готовы, обучены специально оказанию услуг в электронном виде и готовы оказать им всяческую помощь. Вы как раз упомянули, что человек может не сразу прийти за талончиком, а воспользоваться техникой. На самом деле, что человек может сделать? Распечатать документы, поработать. Расскажите об этой ситуации. Все зависит от того, какая услуга. Если это услуга, например, получения паспорта, замена паспорта гражданина Российской Федерации при достижении определенного возраста, то он может предварительно сфотографироваться у нас в нашем фотоателье на втором этаже здания. Такое фотоателье есть на Школьной 77 и в дополнительном офисе Бутово-парк. Если это водительское удостоверение, то же самое необходимо сделать также. Если миграционный учет, услуга по миграционному учету и заявителю вызывает сложности в заполнении анкетных данных, то он может воспользоваться услугами по автоматическому заполнению этих данных. Если заявитель пришел по услугам Росрегистра с очень большим количеством документов, то мы предлагаем ему предварительно пройти в окно предварительного сканирования, где наш специалист отсканирует ему эти документы для того, чтобы в это время оператор в окне занимался приемом других заявлений у других заявителей. Либо просто получить консультацию, либо у нас есть замечательное кафе, просто попить кофе. Николай Васильевич, давайте вернемся к вопросу безопасности. Мы уже знаем, что с 14 до 15 ежедневно помещения все обрабатываются. Какие еще меры противоковидные принимаются? Мы рекомендуем всем заявителям к нам приходить и иметь с собой перчатки. Это необязательное требование, но требование очень желательно. Мы все должны понимать, что работаем с документами, прикасаемся к поверхностям. После каждого заявителя сделать полнейшую санобработку не всегда представляется возможность. Поэтому перчатки — это спасение. Но это рекомендательная мера. Обязательная мера в соответствии с постановлением губернатора является ношением маски. Да, у нас есть так называемые заявители, так называемые масочные диссиденты, которые под любыми предлогами отказываются одевать маску. Но мы должны здесь понимать, что отказ от ношения маски это не только заявитель подвергает опасность свое здоровье, но он подвергает опасность здоровью окружающих и здоровью наших операторов, которых у нас не так много, и мы очень-очень бережно к ним относимся. Что еще? Социальная дистанция. Особенно в очереди, особенно в очереди к терминалу, особенно в очереди на входе в МФЦ. Мы делаем объявления, наши сотрудники пытаются убедить заявителей о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию. К сожалению, не всегда это получается, но здесь только сознательность самих заявителей на это играет. Что еще? Как я сказал, уже с 14 до 15 у нас проводится полнейшая санитарная обработка помещений, всего оборудования. Мы прекратили прием документов в наших территориальных обособленных подразделениях. У нас дополнительно к основному офису на Школьной 77 работает только дополнительный офис в Бутово-парк, удаленные рабочие места в поселении Развилка и удаленные рабочие места в поселении Молоковское. Поступают вопросы от наших телезрителей. Людмила поздравляет вас с победой в премии губернатора «Мы рядом» и получением денежного вознаграждения за добрые дела, сделанные в период пандемии. И она спрашивает, на какие благие дела будут потрачены денежные средства. Если это, конечно, уместный вопрос. Это очень приятный вопрос, если бы это имело к нам отношение. Но, к сожалению, у нас есть другое достижение в этой области, которое для нас не менее значимо. Это наш специалист Юлия Стародворова. Она победила в конкурсе на звание лучшего оператора МФЦ Московской области. Среди 69 МФЦ Московской области. Это было очень приятно. Глава округа Алексей Петрович Спаский поздравил ее лично с этой победой. И что здесь важно сказать, что Юлия будет представлять всю Московскую область на федеральном конкурсе, который будет весной 2021 года. В продолжение темы. София Козлова спрашивает. Девочка говорит, что хочет работать в МФЦ. Девушка спрашивает, как это можно осуществить. Это можно осуществить. Это нужно осуществить. Что для этого необходимо? Во-первых, нужно понимать, что человек, который идет работать в МФЦ и хочет работать в МФЦ, это человек, который хочет помогать людям. Не просто работать и оказывать услуги, а именно помогать. Это очень-очень важно. Следующее, на что мы обращаем внимание, и на Вильярна является тоже определяющим, это наличие высшего образования. Приветствуется юридическое, но не обязательно. А в остальном обращается на наш сайт, там оставляет заявку. У нас все вакансии на сайте mfc.ru обозначены. Приходит, записывается на собеседование, приходит, проходит собеседование и становится членом нашей команды. Возрастной ценз есть? У нас есть сотрудники в возрасте 18 лет, и у нас есть сотрудники в возрасте 65+. Замечательно. Я напомню нашим телезрителям, что вы можете задавать любые вопросы нашему гостю. Телефоны на ваших экранах. Вернемся еще к такой теме. Весной в МФЦ заработала горячая линия по коронавирусу. Люди тогда были в растерянности, и вопросы поступали, даже не связанные с вашей тематикой, от оформления больничного до получения любых справок. Мы снимали сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим и более детально обсудим. В эти дни в колл-центре горячая пора. Из-за того, что многие организации, в том числе и МФЦ, перешли на дистанционную работу, именно сюда обращаются жители муниципалитета со своими проблемами. Вопросы задают разные. В основном, санобработка подъездов. Это волонтеров. Очень много вопросов, которые именно просят волонтеров. Очень много вопросов, связанных с вызовом врача на дом. Как заказать лекарства. Также связаны, например, с администрацией какие-то, как люди могут заказать справки, которые необходимо взять именно в администрацию. То есть это экономический отдел, архитектурный какой-то отдел. Здесь же операторы проконсультируют тех, кто все же решил открыть электронный кабинет на портале госуслуг, но пока с интернетом на вы. На первой страничке написано «Подать заявление». Заходите в личный кабинет, там написано «Через портал госуслуг». По сути, этот кабинет на втором этаже здания многофункционального центра единственный, где работают специалисты. В центре «Мои документы» съемочные группы телеканала «Видное ТВ» частые гости, но сейчас здесь довольно непривычная картина. В главном зале МФЦ, где обычно немало людей, тишина, мониторы не показывают номер очереди, места сотрудников пусты. Большинство из них дома, но не бездельничают. По словам руководства, для них организовано онлайн-обучение для повышения квалификации в сфере предоставления государственных услуг. А здесь с жителями общаются самые квалифицированные работники, способные дать ответ на самый широкий спектр вопросов. «На одного оператора от 150 до 200 звонков приходит. На колл-центр в целом в отдельные дни, особенно это будние дни, более тысячи звонков. Мы не можем привлечь к этой работе всех, потому что этой работе надо обучать, и оператор должен квалифицированно владеть теми вопросами, по которым он консультирует наших заявителей и всех, обратившихся к нам». Проверить работу колл-центра зашел первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Дмитрий Волков. «А процент какой? Больше всего? Нет, я имею в виду какая-то. Все-таки связанная с COVID-19, да?» «Да, мы связаны с вирусом». «Ну, в принципе, у вас понимание есть, да?» Каждый вопрос, с которым обращаются граждане, автоматически фиксируется в специальной системе. Она позволяет отслеживать, какие действия производятся по обращению того или иного жителя. «Вот у меня на телефоне установлено предложение, называется оно «Битрикс24». Я захожу сюда. Дальше у меня здесь есть «Лиды», это такая созданная программа. Здесь я вижу все входящие звонки, которые поступают нам, да? Что конкретно, с каким вопросом обращался гражданин, который звонил. Если мы отвечаем на вопрос нашей компетенции, если не наша компетенция, мы создаем историю, пишем полностью вопрос и перенаправляем в администрацию». «Колд-центр» работает с 8 до 24 часов, и если появится необходимость, в любой момент готов перейти на круглосуточный режим работы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Николай Васильевич, знаю, что эта прямая линия работает и сегодня. На текущий момент сколько звонков удалось обслужить, и сейчас претерпела ли она какие-то изменения? Может быть, сменилась тематика немного? Да, эта линия существует. Эта линия называется «Колд-центр губернатора Московской области и правительства Московской области». Она у нас работала в период, когда требовалось разъяснение гражданам вопросов, что такое ковид и куда нужно обращаться в случае заболевания или подозревания заболеваний. Она у нас существовала параллельно с специально выделенной колл-центром главы городского округа, Ленинского городского округа. В общей сложности было обработано более 550 тысяч звонков. Это огромнейшее количество. И мы должны понимать, что это не просто принятый звонок. Это чья-то проблема, чья-то судьба. И мы надеемся, что квалифицированная помощь наших сотрудников именно обработка этого звонка от начала и до конца. В настоящее время эта линия продолжает работать, но в связи с тем, что вопросы разъяснительной работы по ковиду сейчас отходят немножко на второй план, в настоящее время, например, на первый план выдвинулась проблема вакцинации людей. И мы на этой горячей линии, я напомню, что телефон ее 8 800 550 3050, консультируем граждан по тому, что такое вакцинация, как правильно вакцинироваться, кто может делать прививку, кому это не рекомендуется. И также о тех адресах, где можно сделать подобную прививку. На сегодняшний день мы можем записать граждан на прививку от COVID-19. Это либо наше ЦРБ, которое сейчас временно работает на территории детской поликлиники. Это южные поликлиники в населенном пункте Дрожжино и амбулатория совхоза имени Ленина. То есть, как бы полцентр сейчас на это нацелен. И плюс к этому мы продолжаем работать по разъяснению порядка оказания государственных муниципальных услуг, по выяснению готовности документов и по всем любым вопросам, которые возникают у наших заявителей. А сколько человек работает в полцентре? В настоящее время у нас работает 6 человек. Продолжают поступать вопросы от наших телезрителей. Владимир Максимов спрашивает, откроется ли МФЦ в жилом комплексе «Государев дом»? Уважаемый Владимир, этот вопрос не новый. Он звучал у нас и на почте главы городского округа. Он мне известен. Существуют нормативы создания офисов МФЦ. Один из этих нормативов, который предусмотрен постановлением правительства 1376 федерального правительства и региональным стандартом деятельности многофункциональных центров на территории Московской области, это одно окно МФЦ на 5000 жителей. То есть, если это превышает, то мы готовы открывать там дополнительные окна или создавать дополнительные офисы. По жилищному комплексу «Государев дом», к сожалению, эти нормативы сейчас не выполняются. Но рядом в поселении Развилковской есть оборудованные рабочие места, которые работают три дня в неделю. Вторник, четверг и пятница с 9 утра до 6 вечера нужно обратиться туда. Это рядом. Давайте немножко поговорим о планах на текущий год. Может быть, в другом месте планируется открытие офиса МФЦ? Вообще, давайте об новом офисе поговорим, если он будет. Да. Администрация городского округа пошла навстречу нашему ходатайству, а наше ходатайство было основано на обращениях жителей об открытии дополнительного офиса на территории населенного пункта Лопатина. Мы достигли соглашения с собственниками торгового центра «Астроплаза» об открытии на территории этого торгового центра дополнительного офиса на 10 окон. Чем будет отличаться этот офис, например, от тех удаленных рабочих мест, которые сейчас есть в других поселениях? Это офис полного цикла. Там и прием документов, там и обработка документов, там логистика по передаче этих документов органы власти, то есть те, кто будет исполнять эти услуги, и получение документов обратно, выдача жителям. То есть это полного цикла. Когда примерно это можно ждать? Мы рассчитываем на июль месяц, и очень надеемся, что так оно и произойдет. По крайней мере, источники финансирования найдены. Сейчас в такой стадии проработки именно технических вопросов, подсоединения к сетям, распределения рабочих мест. И вот в этом направлении. Николай Васильевич, может быть, какие-то появятся новшества еще для посетителей? Еще расширится спектр услуг уже в текущем. Да, расширение спектра услуг это в основном прерогатива все-таки регионального правительства. Но мы планируем значительно продвинуть работу по регистрационному учету граждан. В конце 2020 года мы приняли порядка 30 тысяч лицевых счетов от управляющих компаний. И сейчас это примерно 70% от всего количества лицевых счетов на территории городского округа. И это направление мы будем расширять для того, чтобы весь регистрационный учет граждан был у нас в МФЦ, чтобы людям было удобно. Николай Васильевич, к сожалению, время подходит к концу. Знаю, что вы хотели поздравить наших телезрителей с праздниками. Пожалуйста. Да, уважаемые телезрители, с большим удовольствием поздравляю всех с одним из самых великих и важных в истории России праздником Крещения Господня. И пожелать всем любви и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо. Напоследок пришел еще один вопрос от Галины Александровны. Давайте все-таки ответим. Какие документы требуются для регистрации земельного участка в Чеховском районе? Все зависит от очень большого количества факторов. Что это за земельный участок? Застроенный, не застроенный, его целевое назначение. Я думаю, что лучше будет просто передать нам контакты этого заявителя. Мы персонально свяжемся и все объясним. Спасибо большое за интересную беседу. А я напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был директор многофункционального центра Ленинского городского округа Николай Бондаренко. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин